Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 540 тысяч человек. США поставил новый антирекорд, обогнав Китай по количеству инфицированных. Число подтвержденных случаев заражения продолжает расти. Самая серьезная ситуация в Нью-Йорке. Там, прямо на Манхэттене, развернули полевой морг. По всему миру всего погибших свыше 24 тысяч человек, выздоровевших более 124 тысяч. 125 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане. Один случай с летальным исходом. Выздоровевших двое. Это последние данные с официального сайта по ситуации с коронавирусом в Казахстане. Вместе с тем, первый случай заболевания зарегистрирован в Павлодарской области. Добавим, сегодня Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организации вне зависимости от форм собственности за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организации здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организации жизнеобеспечения. Полный список будет определен по согласованию с акиматами городов. Продолжаем выпуск. Полицейские Карагандинской области передали в административный суд уже больше 80 дел, сообщает корреспондент Хабар-24. Все они касаются нарушений режима чрезвычайного положения. Около 30 из них уже рассмотрено. 11 человек получили административный арест. Остальные штрафы. Напомним, в регионе COVID-19 подтвердился у 4-х человек. Все эти случаи завозные. Заболевшие не являются жителями Карагандинской области. Инфицированные проходят лечение в изолированных боксах. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Всего на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 295 человек. Список 180 стран и территорий, охваченных пандемией по коронавирусу, к сожалению, входит в Казахстан. Наши соотечественники наряду со всем миром активно поддерживают друг друга, в столь сложный период. Волонтеры Алматинской области совместно с предпринимателями региона ежедневно организуют трехразовое питание для дежурующих на санитарных постах. Однако это не весь перечень добрых инициатив. С момента введения чрезвычайного положения в стране усилена работа некоторых служб. Это полицейские, медики и санэпидемиологи. На страже они 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Соответственно, не хватает времени ездить домой даже на обед и ужин. В этом им помогают волонтеры региона. Уже больше недели они развозят горячее питание дежурным службам. Помощь им в этом оказывают предприниматели региона. Наши ребята, волонтеры совместно с предпринимателями организовали горячие обеды на блокпосты. То есть откликнулись не только жители, но и предприниматели. Кормили два раза в сутки. Также мы возили им воду, меняли каждый день. Фреш-су предоставлял воду. В данный момент мы привезли горячие обеды в город Текеле для работников-дезинфекторов, которые обрабатывали парк к нашему приезду. Просто-таки они парк обрабатывали и раздали горячие обеды. Абсолютно в каждом регионе усилена работа по дезинфекции территории. Например, в городе Текеле специально оборудованная техника производит профилактику в общественных местах. В основном это парки, тротуары, остановочные комплексы и торговые центры моногорода. В общей сложности ежедневно охватывается более 9 тысяч квадратных метров. Привлекли специализированную организацию, которая имеет лицензию. Заключили договор с ними на месяц. Где-то до 16 апреля работа будет продолжена. А там посмотрим, как это пойдет. Ну, здесь задача, чтобы как больше делать дезобработку, чтобы не распространять данный коронавирус. И поэтому, особенно где дети играют, детские площадки. По линии ЖКХ где-то 7,5 тысяч квадратных метров охват. И по линии транспорта это улицы, тротуары, остановки. 1200 квадратных. С каждым днем число волонтеров в области увеличивается. Соответственно, добровольцы намерены охватить большую часть региона и доставлять пищу уже в отдаленные местности области. Представители бизнес-структур в эти дни теряют доходы, поскольку вынуждены останавливать производство, прекращать торговлю и сворачивать услуги. Тем не менее, они готовы предложить любую помощь на благо тех, кто круглосуточно стоит на страже здоровья каждого из нас. Азаджу Маханов, Ерлан Азамбай, телекомпания ЖТСУ, Текили. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, промышляющей незаконным отмыванием денег в Алматы, Шимкенте и Алматинской области. Об этом сообщили сотрудники областного департамента экономических расследований. В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые были причастны к выписке фиктивных счет-фактур и других первичных бухгалтерских документов. В ходе обыска обнаружены более 100 штампов учетных документов, кассовых аппаратов и фискальных чеков различных предприятий. Для ведения незаконной деятельности члены организованной преступной группы использовали в качестве офиса хостелы. В настоящее время по данному делу ведется досудебное расследование. Сумма уклонения от уплаты налогов государству составила 200 миллионов тенге. За совершение подобного деяния Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Один из подозреваемых в настоящее время находится под стражей. Безопасные дворы появились в этом году в городе Талкурган. Полицейским и председателям КСК удалось убедить жильцов многоэтажек сделать свое жилье безопасным. За установленное видеонаблюдение к коммунальным счетам добавится всего три сотни тенге. Зато во дворах и подъездах будет гораздо спокойнее и безопаснее, рассказывает Антон Хатиновский. Вот первый подъезд, вот второй, вот третий, вот четвертый. Это вход, подъезд, вход, подъезд, вход, подъезд, вход, подъезд. Каждый. Специалисты IT-технологий рассказывают о возможностях установленных видеокамер. Теперь все отснятое во дворе и подъездах будет храниться в памяти сервера более 30 суток. А это значит, что в случае необходимости без труда можно установить, кто был в то или иное время. По вот этому адресу, Назарбаева 68-78, нами были установлены 8 камер по проекту. В каждом подъезде получается входная зона и внутри подъезда. Те камеры, которые находятся на улице, они охватывают территорию дома, парковочные места. Сейчас в проекте, получается, в этом же доме, даже до установки еще трех камер на территории двора. Конечно, такое удовольствие не из дешевых. На оборудование одного безопасного двора необходимо порядка полумиллиона тенге. Понятно, что самостоятельно потянуть такую сумму под силу не каждому КСК. Поэтому одна из фирм решила установить камеры наблюдения, взимая с жильцов лишь об анплату. Это для нас, для жителей, конечно, очень важно, что камеры установили. Я думаю, кражи не будет. У тебя были кражи в домах? Кража, да. У нас даже часто было. И у меня была кража. Это было 5-6 лет тому назад. Следует отметить, что это не единственный безопасный двор в областном центре. По желанию жильцов можно дополнительно установить шлагбаумы. Таким образом, будет установлен контроль и за въезжающим транспортом. Уверены, что такие меры существенно повысят безопасность и уменьшат количество имущественных преступлений. Мы проводим разъяснительную работу с гражданами. Видеонаблюдение уже доказало свою эффективность. Где установлены камеры, там практически не совершаются правонарушения и преступления. Сейчас ждут своей очереди к подключению видеонаблюдения еще несколько талдыкурганских дворов. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин